МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согода не помешала организовать ей жаркую схватку на поле. Опасные моменты на протяжении первой части матча создали как пенчане, так и литчане. Но до реализации мяча дело не дошло. Первый тайм закончился с нулевым счетом. Как отозвался впоследствии главный тренер волны Вадим Беленко, непростая игра ожидалась, причем двух стилей. Потому спортсменам и была дана соответствующая установка. Мы должны держать больше мяч внизу. Лида все равно будет его держать больше вверху, потому что команда высокая. Первый тайм играли против солнца, прямо в глаза. И поэтому это, скорее всего, повлияло на скорость принятия решений в острую фазу, когда атака идет. Надо отдать точную передачу. Не всегда хорошо видно было соразмерность, где игрок находится и так далее. После перерыва волна заиграла более уверенно. Соперник уже был изучен и стало проще находить бреши в его обороне. Особенно удачной в этом отношении стала 57-я минута. Неспешная распасовка в центре поля. И удачная передача мяча решает все. Зарабеков очень мотивированный спортсмен. Мы уже не раз об этом говорили. Поэтому, скорее всего, вот эта мотивация, такая устойчивая мотивация, свои личные какие-то планы, попасть в команду высшей лиги, они, видимо, ему помогают. Потому что он, я называю таких футболистов, это киллеры футбольные. Ему для того, чтобы забить гол, хватает двух-трех ударов. Это был единственный гол в матче. Реальный шанс еще раз огорчить галкипера хозяев поля почти получился у Виталия Кибука. Он дал практически верный на забивание пас, но им не удалось воспользоваться. Тем не менее, с победой и припуднятым настроением волна отправляется домой. В чемпионате намечен перерыв. Сейчас у нас неделя отпуска у всех футболистов, ну, кроме администрации клуба. Потому что сезон проходит довольно тяжело, и месячная пауза в чемпионате, она, конечно, дает возможность на недельку футболистам перезагрузиться. Потом с 27-го числа мы начинаем трехнедельный сбор, который будет проходить в Пинске. И договариваемся, уже практически мы договорились, только дату осталось окончательно уточнить. Мы сыграем товарищескую игру с Динамо Малоритой. Намечены и перемены в составе команды. Есть планы на то, что появятся новые игроки. Они должны прийти на место тех футболистов, кто получит свою черную метку, поскольку не оправдали надежд. Мы предложили искать команду троим. Фамилии я пока не буду называть, потому что это так же, как не буду называть фамилии потенциальных новичков. Эта практика во всех клубах применяется. Нельзя сказать, что футболист, которого ты пригласишь, он обязательно раскроется. Это естественные вещи. Поэтому у нас в команде тоже есть ребята, которым не удалось, скажем, может свой потенциал раскрыть. В турнирной таблице «Пинская волна» зафиксировалась на строку выше, чем была до последней игры. В седьмом месте с активом в 17 очков. Это средняя позиция и всех их 14. Улучшить ее пинчане настроены попробовать 16 августа. На эту дату намечена первая игра второго круга с клубом «Слоним-2017». А далее о республиканских соревнованиях по теннису среди детей в возрасте 10-12 лет, которые прошли в нашем городе. Участники турнира – начинающие мастера ракетки в возрасте 10-12 лет. Данное соревнование проводится в Пинске в первый раз, и в них выступили исключительно местные теннисисты. Конкуренцию им могли бы составить ребята из других городов. Но этот турнир совпал с первенством республики, на который и отправились возможные соперники пинчан. Это обстоятельство не огорчило наших юных спортсменов. Я думаю, мы тоже сыграем своими детками. Главное, чтобы дети поиграли. Эти соревнования учились играть на счет, не боялись выходить играть на корт. Два дня соревновались юные теннисисты, а их набралось почти три десятка. Правила игры для участников разнились в зависимости от возраста соперников. Победители по итогам игры получили очки, которые пошли в рейтинг. А также кубки и медали. Самых главных из них за первые места в своих весовых категориях в итоге добились Владислав Сергеевич, Захар Крупич, Даша Самусенко и Ульяна Хаританович. В условиях пандемии одними из первых соревновательных сезонов открыли пинские грибцы. В июне они поучаствовали во внутришкольных соревнованиях. И вот новое испытание на домашней воде. Двухдневный турнир, посвященный памяти юнги Олега Ольховского. Об этом герое, который погиб, освобождая Пинск от фашистов, ребятам еще раз напомнил председатель Пинского, городского совета ветеранов Николай Егоров. Он пожелал участникам соревнований и честной победы. Я очень рад, что мы снова с вами встречаемся здесь, именно на этом месте и проводим в этот памятный день такое соревнование. Хочу напомнить, 40 лет назад именно в эти дни начались Олимпийские игры в Москве, 22-летние Олимпийские игры. Эти соревнования приурочены к дню освобождения города Пинска. Они традиционные, они проводятся из года в год. География наших соревнований, все становится шире. На данном этапе у нас выступает, принимают участие 17 команд с разных уголков нашей Родины. Значит, для детей это очень важное соревнование, поскольку они начинают свой спортивный путь именно с этих соревнований. Посоревноваться на Пинской воде, говорит Николай Блищик, ждали еще гостей. Спортсменов из-за границы. Но для них пандемия возвела свой барьер. Тем не менее, посоперничать было с кем. Участников набралось более 260 человек и почти половина из них – пинчане. Если учесть теорию вероятностей, то уже этот факт помогал завоевать наибольшее количество медалей. Пинчане, я надеюсь, одну треть медалей заберут. Все-таки соревнования очень высокого ранга и большое количество участвующих. Обойти всех на короткой и длинной воде – 200 метров, 1000 и 2000 – пинчанам удалось и на этот раз. Из 24 комплектов медалей нашим спортсменам досталось немало. В списке обладателей золота в своем возрасте сразу на двух дистанциях – длинной и короткой – Аня Маржина, София Черняковская, Милана Цымбалюк и Никита Мороз. Свою призовую копилку пополнили также Ульяна и Мария Попичич, Анастасия Медведева, Станислав Паршутич и другие пинские грибцы. Успешным было выступление пинчан еще на одном вводном турнире «Первенстве Республики по плаванию», которое проходило почти всю минувшую неделю в Бресте. На этих соревнованиях наши спортсмены завоевали полтора десятка наград. Кроме этого, пинские пловцы в составе сборной Брестской области стали авторами небольшой сенсации. Впервые за 15 лет в командном зачете обошли сборную Минска. До этого она была главным победителем на республиканском вводном турнире. Из 15 медалей семь на счету пары наших пловцов. По три бронзы в различных стилях и на разных дистанциях у Екатерины Казак и Сергея Столярчука. У него же и одно золото. Вдобавок Екатерина Казак дважды стала бронзовой победительницей, проходившего параллельно Кубка Республики по плаванию. Но больше всех отличился Роман Тагиев. На первенстве страны он добыл сразу четыре медали высшей пробы и установил юношеский рекорд республики. Такие достижения позволили Роману попасть в состав национальной юниорской сборной Белоруссии и выступить в недалеком будущем на спортивных юношеских играх стран СНГ. О новых спортивных новостях вы узнаете на следующей неделе. Увидимся в спортэфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова